Вопрос профессиональной этики часто вызывает споры не только у клиентов, но и у владельцев бизнеса. Одни руководители подходят к подбору и обучению кадров ответственно, но другие не заострят внимание на нормах этики персонала и предприятия. Как реагировать на некорректное поведение персонала, а главное, нужно ли пытаться это исправить, обсудим этот щекотливый вопрос нашим гостем, ресторатором Сергеем Рыльковым. Доброе утро. Доброе утро, радость приветствовать. Ну действительно, для кого не секрет, когда ты работаешь в какой-то сфере, ты начинаешь обращать внимание на тонкости, которые не замечают обычные посетители. Скажите, часто ли вы сталкиваетесь с такими ситуациями, когда, например, какое-то некорректное поведение или, может быть, видите, неправильное отношение, скажем, к гостю? На самом деле у нас на предприятии, безусловно, существует корпоративная этика, дисциплина. Есть ключевые моменты. Одно из них, которое, в общем-то, и главенствующее, и в образе жизни, наверное, это уважение. Вот это уважение как к коллективе, так уважение как к гостям. Вот это, наверное, ключевой момент, который определяет наш бизнес. Ну тут вопрос даже был не в том, что касается конкретно ваших заведений. А вообще часто ли вы как посетитель сталкиваетесь, как потребитель в данном случае услуг, сталкиваетесь с некорректным поведением персонала, когда приходите в какие-то другие места? Либо на сегодняшний день в Красноярске, в заведениях? Наверное, отношения, это ведь не только в заведениях, это может сформироваться в любом общественном месте. И, безусловно, здесь в первую очередь надо отнести наличное, именно дисциплину внутреннюю, какой-то самого человека, который так себе позволяет вести. И не всегда это происходит от того, что на предприятии нет необходимого, должного, какого-то дисциплинарного отношения ко всему. Нет, скорее всего, это вот я отношу наличное. А вот как тогда уже, вопрос к вам как к руководителю, как вы тогда подбираете персонал таким образом, чтобы среди вашего персонала вот не было таких людей, которые позволяют себе быть невежливыми, к примеру? Ну, в первую очередь, наверное, все-таки по профессиональным качествам подбирается персонал. У нас, если говорить про гостевую зону, проводятся регулярные тренинги, вот, общение с гостями в гостевой зоне. Соответственно, вырабатываются какие-то определенные профессиональные стереотипы к правильному подходу. Безусловно, бывают такие гости, которые накаляют атмосферу, обстановку. Сложные клиенты, скажем так. Да, сложные, скажем так. Ну, у нас золотое правило – гость всегда прав. Угу, то есть стереотипедируйте. Мне кажется, это настолько нужно иметь терпение. Ну, не каждый человек, конечно, может работать в сфере услуг. Наверняка случалось, конечно же, покататься по различным странам. Есть ли какие-то, которые вы для себя по-особенному выделили, где действительно уровень кухни и уровень обслуживания, ну, скажем, выше, чем, допустим, в других каких-то городах или странах? Ну, давайте будем говорить, если касается сферы общепита, то у нас, в принципе, общепит достаточно на высоком уровне. Может быть, не так развито, но это все-таки связано, наверное, с нашей ментальностью. Мы привыкли ходить в заведения по праздникам, а они это делают повседневно. И, скорее всего, по праздникам они готовят дома, в отличие от того, что мы это делаем повседневно. Поэтому у них немного другая культура общественного питания. А если говорить, где, наверное, более ярко и гармонично выражено, ну, это все-таки Европа. Потому что там тысячелетние традиции, и они уже сложились в какой-то определенный уровень общения, отношений. Поэтому, скорее всего, это Европа. А как положено, Красноярск довольно быстро перешел от того момента, когда в советском сознании было такое ощущение, когда ты приходишь в ресторан, что ты должен, официантский, и я, слава богу, этого не застал, но по фильмам, как это раскладывается у меня такое впечатление. И родители рассказывали. Нет, безусловно, многое кануло в лето. Поэтому здесь надо говорить, что сегодня уровень заведений растет, безусловно. Есть здоровая конкуренция, это хорошо, это только на пользу потребителям. Поэтому, наверное, какие-то вот те негативные моменты, когда раньше в ресторан было сложно попасть, и попадали определенные категории граждан. Наверное, это все ушло. Сегодня это все-таки уже на более цивилизованном, правильном уровне. Мы нормально растем, развиваемся, у нас все хорошо. Как по-вашему, сколько времени, например, могло бы или может существовать заведение, ну вот, допустим, открылся новый ресторан, и вот, я даже не знаю, как объяснить. Без рестайлинга, без ребрендинга. Без каких-то обнаглений, без чего-либо. Это возможно вообще? Вообще существует такое негласное правило, что заведение живет пять лет. Ну, опять, на своем примере я могу сказать, что мы сломали стереотипы. Нам вот недавно мы отметили 10 лет. Мы растем, развиваемся. Опять, если посмотреть на ту же Европу, у них есть... Да, у них это бизнес целая семейная. Да, семейная, да, преемственность есть. Это хорошо, это нормально. Меняется сегодня и подход. То, что вот раньше складывалось такое впечатление, что в гостевой зоне должны работать только молодые ребята. А как мы видим по практике, в той же самой Европе люди уже преклонного даже возраста работают, обслуживают. Это на самом деле уже из поколения в поколение передается. Это хорошие традиции. А я помню, меня поразили те люди, которые работают в сфере пивных напитков в Германии, как они обслуживали. Это действительно по-настоящему удивительно, потому что такая некая наглость, которая в них присутствует, она даже на пользу что-либо идет. На самом деле здесь, скорее всего, связано с тем, что все-таки мы географически далеко удалены, мало развит туризм. И, наверное, вот какие-то лепту в отношении между гостем и обслуживающим персоналом вносят именно вот большое количество гостей. Поэтому у нас все впереди. Впереди у нас большое спортивное событие. Я думаю, что многие к этому будут подготовиться и достойно встретят. А вот если столкнулся все-таки человек вот с такой некорректной работой персонала, есть ли вообще необходимость писать комментарии в жалобную книгу? Вот вы сами как поступаете? Либо это можно списать, что я больше сюда не приду и все, либо все-таки стоит написать. То есть вот есть? В моем отношении однозначно нужно отреагировать, по крайней мере пригласить администратора, пообъяснить ситуацию. Потому что я, наоборот, инициирую и педалирую такие моменты, чтобы было общение с гостями, чтобы мы могли поправить. Как мы можем сделать лучше, если мы об этом не будем знать? Просто необходимо это даже, на мой взгляд. Ну и кратенько, скажите о том, о чаевых. За что вы даете чаевые обычно? Ну, безусловно, за обслуживание. Ну, то есть в обслуживании должно быть что? Скорость? Улыбка? Приветливость? Многие слагаемые. На самом деле вежливость, приветливость, безусловно, качественное обслуживание. Иногда излишне навязчивое отношение официанта тоже не приветствуется. Здесь официант-психолог, на самом деле, он должен чувствовать тонко, если он достиг такой возможности, это уже профессионал. Ну что ж, большое спасибо за хорошие, добрые советы. Ресторатор Сергей Рыльков был у нас в гостях. Приходите еще, обязательно пообщаемся. Спасибо, жубрика, добрые советы.